Уничтожение наркотикосодержащих растений на экологию не влияет абсолютно. То есть, в основном, основными потребителями, так назовем, семян конопли является птицей. Поэтому они заменяют просто корм другими растениями, которые имеются. Если говорить о промышленной, то здесь опять-таки использовать нашу южноманжурскую коноплю в промышленных целях невозможно, потому что она уже на первых этапах своего роста ствол ее начинает деревенеть. И в дальнейшем изготовление канатов и всего остального это сделать нельзя. Если говорить, во-первых, на систему рек и озер конопля не влияет никаким образом, то есть ее уничтожение. То есть, мы говорим о том, что это засоренность. Засоренная территория засорена именно этим сорняком, который является вредным для здоровья человека. Значит, если говорить по первому вопросу о равновесии, борьба напряженная. Вы знаете, наверное, в этой войне, которая сейчас ведется, она ведется не только в Российской Федерации, но и ведется, наверное, и ведется во всем мире, здесь победителей и побежденных не будет. Это мое мнение как человека. При одном условии, я думаю, вы внимательно смотрели также информацию, которая рассматривалась 19 февраля на депутатских слушаниях в Государственной Думе, потом было заявление в Государственной Думе о вопросах противодействия афганскому наркотрафику. Здесь победитель будет лишь только тогда, когда мировое сообщество любыми способами принудит Афганистан прекратить выращивать мак. Потому что 92% всего героина, который производится, он, естественно, ориентирован на страны Европы и Российскую Федерацию. Поэтому, если будут созданы нормальные барьеры загранительные на границе Российской Федерации с определенными странами СНГ, где будет нормальный погранпереходы, укреплена граница, где мировое сообщество определит определенные санкции в отношении Афганистана, ну и, естественно, ряд есть предложений по усилению законодательства Российской Федерации. Вы знаете, что независимо от того, сколько было изъято у сбытчика, 5 грамм героина, полкилограмма, ответственность будет одинаковой. Поэтому сейчас депутатам и предложено разделить эту ответственность. То есть подойти к ней более осознанно. То есть если изымается крупная партия, так называемого тяжелого наркотика, то, соответственно, и мера ответственности данного лица должна быть адекватной. Продолжение следует...